Звездные дни Также здесь избавление от гуль Земля равнины Эйдаона Открытый мир И последнее это разломы Тельми Не раз уже эти разломы появляются Долина Сфер Здесь мы получаем различные награды Знаки Сигилы И моды Амальгама Также главной наградой является Аптикор Вандау И ресурс Это Терми Редкий ресурс Который выпадает только здесь Также у нас есть сигнал тревоги Который можно тоже рассмотреть Здесь режимы Кошмары Имеются И некоторые охоты за сокровищами Аятан И можно помочь Клему Также Вторжение Меняются Различные Награды И Задания Например здесь имеются Дэра Вандал Ствол Парные гадюки Призрак Приемник Но Пул наград всегда меняется Значит Также здесь у нас имеются новости Которые нужно смотреть Мираж Прайм И Банш Уже доступны Значит Также Здесь у нас имеются Звездные дни Возвращаются Которые мы рассмотрели И также Доступ Хару Прайм Уже здесь То есть Как видите Да Можно добавлять Нового Прайм Варфрейма Значит Обращаемся К магазину Здесь мы рассматриваем Тоже есть Имеется Возрождение Прайм 15 Королевская Ая Которую можно Получить На Реле Базар Мэру Это Марс Планета Но для этого Требуется Определенный Ранг От Второго И выше Здесь мы Смотрим Категорию Новая Популярная И здесь Уже Праздник Валентина Так называемый Здесь добавляются Новые Возможности Покупка Какого-либо Товара Это Различные Могут быть Глифы Различные Скины Как вы здесь Заметите Игрушки И много Другое Также Вот Новые Эфемеры Эфемера Цветущий Персик Или Цветение Персика Значит Вот Такого-то Эфемера Очень Интересная Схожа На Эфемера Цветков Лотоса Но Это Другое Также Здесь Имеется Цвета Валентина Которые У меня Уже Приобретены Вот Они Бесплатные Всего Лишь За Один Кредит Практически Даром Тут Можно Сделать Черный Белый Красный Розовый Ну В принципе Отличные Цвета Поначалу Для Начальных Игроков Также Имеются Скины И много Другое Что Тоже В принципе Неплохо То есть Здесь Мы Прожимаем Наши События И Отправляемся На Фортуну Здесь Мы Увидим Тикера Которая Продает Свои Товары Для Начал Нам Требуется Выкупить Долговые Облигации Если У вас Их Нет У них Разная Стоимость Разная Цена И Разное Количество Так Называем Долговых Облигаций То есть Нужно Смотреть Которые Вам Необходимо И Смотреть По Стоимости Самих Этих Облигаций Потому Что Бывает Такое Что Цена Не Соответствует Товару Либо Так Скажем Очень Дорогой Товар Или Стоимость Этих Облигаций Не Померно Высокая Значит Здесь Мы Рассмотрим Внешний Вид Я Уже Здесь Приобретал В Предыдущем Разе Вот Этот Товар Здесь Есть Эфемерные Крылья Скины На Оружие И Санданы У У У У У У У Это Снаптрон Чертеж Для Создания И Чертеж Из Призрак Снаптрон Ни 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 Также здесь у нас имеются вот такие неоновые крылья, которые мы видим у этого персонажа. Множество различных эфемер и глифов, да. Значит, и вот этот цвета, также есть амурчик. Тут много разных цветов, стоит 25 долговых облигаций. То есть, ну, у меня цветов достаточно, у кого их нету, стоит приобрести, потому что цвета по отдельности стоят по 75 платины. То есть, ну, дело уже за каждым. То есть, вот такой тир, да, наград, который можно взять. Ну, очень красивый здесь такой глиф. И также есть пушистик, который многим понравился. Я люблю, и я не потерял. Я люблю, и я потерял. Ты знаешь, где... Если ты собираешься на бизар, ты пришел в правильный место. Я люблю, и я не потерял. Я не потерял. Я не потерял. Я не потерял. Я люблю. Я люблю. Тихо, и я не потерял. Я не потерял. Ты даже не потерял. Я не потерял. Я не потерял. Мы конечно не потеряли. Вдом Продолжение следует... 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 Продолжение следует...